Олег Пономарёв на очередной суд пришёл, как и в прошлый раз, в военной форме. Так, полковник подчёркивает, что ему дорога честь мундира. Но только сейчас он занял место не на скамье, подсудимых за решёткой, а рядом со своими адвокатами. Они сегодня были намерены добиться свободы для своего подзащитного. По данным следствия, именно Олег Пономарёв отдал приказ заселить солдат-срочников в казарму, которая обрушилась 12 июля. Под завалами тогда оказалось 40 человек, 24 из них погибли. Но, по мнению адвокатов, в деле слишком мало доказательств вины Пономарёва. Задержали его неправомерно, а обвинения предъявили на основе неустановленных фактов. Но сегодня желанную свободу Олег Пономарёв так и не обрёл. Представители Генеральной военной прокуратуры подали ходатайство. Они сообщили, что уголовное дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета в Москву. И, соответственно, жалобы адвокатов должны также рассматриваться в столице. Суд ходатайства удовлетворил. Сам Пономарёв комментировать это решение не стал. Извините, пожалуйста, уважаемые, в силу своего нахождения под домашним арестом Я не имею права давать вам интервью. Сожалею об этом. Всего вам доброго. Адвокат Олега Пономарёва Анатолий Золотарёв с прессой общался охотно. Он сообщил, что смена дислокации судебной инстанции защиту не смущает. Юристы готовы что в Омске, что в Москве отстаивать интересы Пономарёва. Заседание в столице состоится не раньше сентября. До этого момента начальник 242-го учебного центра ВДВ будет находиться под домашним арестом. Известно, что много времени с ним проводят жена и дочь. Но сильно огорчает полковника то, что он не может лично встретиться с родными погибших солдат, выразить им соболезнования и попросить прощения. Безусловно, он очень переживает, если у него не получится участвовать в определенных мероприятиях в 40-дневную годовщину. Мы будем думать, как разрешить эту проблему. Потому что понимаем, что она важна не только нашему клиенту, но, я думаю, общественности и тем более близким. Тех ребят, которые, к сожалению, уже не с нами. При этом домашний арест не помешает Олегу Пономарёву отправиться на заседание в столицу. Следить за передвижениями полковника будет специальный сопровождающим. Мария Седнева, Александр Саражин, 12 канал.